Всем привет! В эфире Нехта и события, место которым в новинках. На лайв-канале мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит вокруг, но прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Также не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. Ну а мы начинаем. Сегодня в выпуске. Стихия пошатнула белорусскую стабильность, а хакеры – сайты украинских госорганов. Лавров движением языка обрушил цены на акции. Польша прикрывает бизнес-харбор для айтишников. КГБ охотится за славой Комиссаренко. Настоящий ураган прокатился в пятницу по Беларуси. Шквалистый ветер валил деревья, разбивал витрины, срывал крыши с остановок и сбивал с ног людей. Наибольшую скорость ветра зафиксировали на метеостанции Полеское в Бресской области. На станции Орша Центральная обрушились опоры, которые поддерживали теплотрассу и электрокабель над железнодорожными путями. Из-за этого выбились из графика поезда. В Барановичах обрушившийся кирпичный забор разбил шесть машин. В Минске перевернулся светящийся МАЗ, а вне свеженовогодняя елка. Жители многих районов остались без электричества. Последствия стихии устраняют до сих пор. Сегодня в стране тоже сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Будьте осторожны и лучше оставайтесь дома. Шторм подорвал стабильность и испортил ощущение праздника накануне староновогоднего шабаша во дворце. На нем заслуженным пропагандистам вручают госнаграды. В этом году среди лауреатов корреспондент Параша Тудай Придыбайло награжден медалью Франциска Скорины. Жаль, Задорнов не дожил до своей награды от Конгресса США. А если серьезно, эта медаль говорит лишь об одном. Лукашенко согласен с Придыбайло. В Украине хакеры атаковали сайты госорганов. О проблемах сообщили Министерство образования, Кабинет министров, МИД, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Министерство аграрной политики. Ошибку выдавал и сайт системы госуслуг. Вот скриншот сообщения, оставленного хакерами. Оно сделано на украинском, польском и русском языках. Хакеры утверждают, что выгрузили личные данные украинцев в общую сеть. Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли, говорится в сообщении. Служба безопасности Украины утечку персональных данных опровергла. Тем временем из-за случившегося Евросоюз созвал экстренную встречу послов. Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал помочь и сказал, что догадывается, кто стоит за кибератаками. Россия терпит убытки после провала переговоров по безопасности. Пока машина пропаганды молчит, на победы дипломатов реагирует рынок. Обваливаются акции, падает курс рубля. Пытаясь исправить ситуацию, в Кремле заявили, что им не страшны санкции США. От них чего угодно можно ждать, но смею вас заверить, мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. Если были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью. Рынок ценных бумаг отреагировал оперативно. Акции ведущих российских компаний потеряли от 2 до 8 процентов. Белорусским айтишникам станет сложнее переехать в Польшу. На официальном портале Госуслуг появился анонс. Программа «Бизнес Харбор» расширяется географически, добавится Азербайджан, но сужается с точки зрения критериев для участников из Беларуси. С 1 февраля претенденту на визу понадобится рекомендация от одной из компаний-партнеров программы. Их более 300. И список пополняется. Раньше белорусу хватало диплома по IT-специальности или опыта работы в один год. Сколько виз по этой программе уже выдано? Польские чиновники сообщали, что больше 18 тысяч. Большинство, около 7,5 тысяч, получили белорусы. Гражданам других стран они доступны лишь с июля прошлого года. Белорусы теперь могут привиться Пфайзером в Турции. Власти страны разрешили вакцинироваться иностранцам. Кроме Пфайзера есть турецкая и китайская вакцины. Стоит прививка 30 долларов. Сделать ее можно в нескольких больницах Анкары, Стамбула и Анталии. Турция – одна из немногих стран, с которой у Беларуси еще осталось авиасообщение, а для въезда туда на 30 дней не нужна виза. Крепкие хозяйственники и талантливые управленцы подсчитали долги. Крупные и средние компании задолжали 163 миллиарда рублей. Это рекордная сумма за весь период существования суверенной Беларуси. Больше всех долгов у флагманов промышленности. Кстати, в прошлом году они выросли почти на четверть. На 10% увеличился долг ритейла. Он максимальный за историю замеров. Из этих долгов 10 миллиардов уже просрочены. Софью Сапега будут судить в Гродно. Дело поступило в областной суд. Дату судилища еще не назначили. Софию сняли с принудительно посаженного самолета Райан-Эр вместе с Романом Протасевичем и предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. Комик Слава Комиссаренко уехал из России. На него открыл охоту белорусской КГБ. Об этом он рассказал на своем выступлении в Киеве. Вы думаете, наверное, за что, да? За шутки! Представляете? Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси приколистов! По словам Комиссаренко, недавно ему позвонил друг из Беларуси и предупредил, что комика могут задержать в Россию и везти на родину, где его может ждать уголовное дело. Чекисты и сами пытались связаться с Комиссаренко, однако к тому моменту он уже уехал в Киев. Почему сейчас? Возможно, их разозлило интервью у Дудя, возможно, они разозлились на мой сольный концерт. Я этого не знаю. Но вот вам любопытный факт. Когда у меня вышел концерт, он попал на первое место в трендах Ютуба. А в это время у Лукашенко вышло интервью для Би-Би-Си, и оно было на восьмом месте в трендах Ютуба. А в начале года у меня вышел монолог про Чекчирыка, а у Лукашенко новогоднее поздравление. И монолог был на первом месте, а новогоднее поздравление на седьмом. И что-то мне подсказывает, народ, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера. Безотносительно белорусского КГБ Россия сама по себе опасная страна для комиков. За шутки там дают сутки, и это вам любой драк подтвердит. Прости, драка. Как кормили? Как кормили? Ваша последняя шутка. В Польше успешно прошли испытания приграничной установки по заветриванию Беларуси. Путин, наконец, выучил имя Такаева. Это все новинки, о которых мы успели рассказать. Спасибо за внимание и активность в комментариях. Самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах. В их описании вы найдете ссылку на анонимный телеграм-бот, куда можно безопасно присылать важную информацию. Адреса всех каналов некоторые неизменны, в том числе инстаграм. Если хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылкам под этим видео. До скорого! Живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова